Итак, касаемо вопроса нашего в группе Радио 54 ВКонтакте, в честь дня рождения Пушкина сегодня мы пытались понять, как много людей говорит современным сленгом, кто больше консервативен. Классика, да. Итак, как чаще вы говорите Лол или очень смешно, 12,5% только набрало то самое слово из трёх букв, и очень смешно выбрали, конечно же, 87,5%, ну, практически абсолютное большинство. Прямо сейчас у нас в студии уже пришёл наш гость, кандидат филологических наук Мария Сергеевна Берендеева. Доброе утро, Мария Сергеевна. Здравствуйте, Анастасия. Смотрите, по поводу новых слов, Лол сейчас кажется таким современным и непохожим вообще ни на что, потому что, ну, это заимствованная аббревиатура, да, из английского языка. Наверняка, мне так подсказывает интуиция, что и во времена Александра Сергеевича, и он сам наверняка придумывал какие-то новые вещи, которые сейчас уже таковыми не кажутся. Ну, знаете, что касается неологизмов каких-то новых слов и Александра Сергеевича Пушкина, прежде всего хотелось бы сказать, что сам Пушкин не ставил перед собой задачи придумать какие-то новые слова. Нет. Он отвечал прежде всего на вопрос о том, как быть с тем, что уже есть в русском языке, как быть с тем, что уже существует, как сочетать слова, как и где их употреблять. Конечно, он придумывал некоторые новые слова. Без этого, наверное, никак не обойтись, когда ты достаточно много пишешь, особенно придумаешь много стихов. Но его неологизмы практически не сохранились в языке, в современном. Такие неологизмы, как знакомые нам, наверное, ещё со школьной схами Кюхельбекерна. Все, наверное, помнят эти замечательные строчки «Так было мне, мои друзья» и Кюхельбекерна, и Тошна. Или тоже не менее прекрасное «Я влюблён, я очарован». Словом я огончарован. Ну, понятно, что это неологизмы восходящих фангель. Сейчас со своими друзьями общаться. Здесь есть определённая цель придумать вот такую игру словами. Но в русском языке, как таковом, их сейчас практически нет, мы их не употребляем. И для Пушкина они тоже оставались всего лишь игрой. Ну, кстати, автор замечательного академического, прошу прощения, ну, вообще авторитетного этимологического словаря Макс Пасмер указывает на Пушкина, как на возможного изобретателя слова «бурдалак». Такое искажение. Но это достаточно... Недоказанный. ...спорный случай, да. Непонятно точно, когда это слово впервые появилось в русском языке. Может, он сам его где-то услышал. Ну, это, скорее всего, искажение «бурдалак». Ну, опять же, предположение этим. А вообще, конечно, Пушкин работал с тем, что уже было. В его время, конечно же, было очень много и новых слов из других языков пришедших, заимствований, очень много. Вот, кстати, он пользовался заимствованиями, англицизмами какими-то? Ну, он пользовался, разумеется, заимствованиями, ну, больше всего, конечно, и с французскими англицизмами, да? Смешивали русский и французский язык, да. Да, это было такое свойство эпохи тогда. Ну, и, конечно же, в некоторых случаях он не мог обойтись и без них. Но это совершенно отдельный вопрос. Как и почему и какие слова употреблял Пушкин, и здесь нужно сказать вообще о всей его роли в истории русского языка. Я думаю, мы к этому перейдём чуть позже. Мы к этому перейдём, да, чуть позже. Спасибо большое.